ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 В коем случае не желал он давать это очко команде соперника, но Джокер показал свою выдержку, и есть, первый очко в копилке у российского коллектива, это, кстати, фундамент, проложено, снова есть, есть от чего оттолкнуться. Есть, ЮСП, АПЖ почему-то не стал, видимо, ничего личного покупать, и это весьма неоднозначный поступок с его стороны. Возможно, он претендует, будет претендовать на девайс своего партнера, но это, я думаю, логика неправильна. Чтобы получить этот девайс, партнер должен погибнуть. Так, флешка по звуку сориентировался, Юфи, ах ты, и не добежать, и не добежать, и этого девайса дал слишком отдаленная позиция, дистанция, слишком велика, и, конечно, скорость бега этого парня была слишком низкая, и все-таки природа ногами, скоростным движением. Не одарила, к сожалению, и он не мог телепортироваться. Вынужден был капитулировать, и вот уже два очка за террориста, и все-таки я придерживаюсь мнения, что играть 2 на 2 на Адедас 2, за их 2 гораздо удобнее обороняться, нежели атаковать, а вот 3 на 3 тут уже можно и поспорить. Все-таки навал, такой основательный, капитальный, втроем можно устроить очень даже серьезно, что защита пошатнется, так сказать, дрогнет. А 2 на 2, конечно, защита тут явно в более привели, фоган, привели в преимущественном, скажем проще, положении. Спина пошла двигаться обжисно, его оттуда уже как-то ждут, и я думаю, сейчас приветливо с ним обойдутся, точнее, наоборот, мне дружелюбно. Все-таки удобно, конечно, очень чрезвычайно удобно играть 2 на 2 карту за 2х2, и всего лишь за двумя позициями нужно осуществлять контроль, длина и зигзаг. Ну, на этот раунд я сильно не отвлекался, потому что было эко, ну, да, я хочу, вот он залепил, так сказать, усыпил своего врага львиную дозу снотворного, вколол ему точно черепушку, там, расшив весь череп, но не более того. 3-3, вот, великолепная серия из 3-х раундов, команда Русс, шикарный стрим, пишет Михаил Березовский, я рад стараться, я рад стараться. Есть М-ка в руках у Абреса, он будет фигурировать с Гуся, нет, я ошибся, он смещается ближе к планту, так сказать, рвется, рвется к фрагам, ожидание не для него. Ну, конечно, он в предвкушении, в предвкушении приближения соперника, и спрей-спрей, но все-таки точность, все-таки сыграла точность, и ювелирная точность, точность неадекватная, ну, в полете, он выцепляет буквально, повесил Уфи. Там висельница, самая настоящая, настоящую висельницу устроил, ну, вы видели, как он летел вниз, и просто камнем уже свалился, дохлым трубаком. Душа покинула это пленное тело, улетело вверх, а тело свалилось вниз, уже без жизни. Ну, такой вот, так сказать, метафор привел. Спрей я от Абжеса, Джокер даже не успел сориентироваться на эту ситуацию, но неадекват пробивает уже зигзаг, и, конечно, имеет территориальное огромнейшее преимущество, этим пользуется. Времени у него в запасе уйма, устанавливает бомбу, ну, и время работает уже целиком полностью на него, это хайет и не флеш, что-то отворачивает. Сугался Абжес, боялся, что на него бидон с молоком уронит. И попадает по голове, неадекват, хотя там, знаете, макушка-то торчала, и он, конечно, не среагировал, да, вот точность подвела. Дефюс-бомбы, ну да, не мытьем, так катанием, все-таки, РТ забивают с этого четвертого очка, да, вспомнил тот поджим от Абжеса. Мониторить плохо, ребят, не, ребят, тут задержка. Ребят, плохо не значит, что на стриме вся задержка, это помимо того, что на ХЛТВ-шке задержка, там порядка 30 секунд, а в лучшем случае полторы минуты. 30 секунд более чем достаточно задержки на стриме, плюс еще задержки на ХЛТВ, плюс еще и сам стрим, там порядка 10 секунд тоже. Задержка есть, так что, нет, этим тут не воспользуешься, нас не проведешь. Ну это снова ЭКО, а почему ЭКО, они взяли раунд? По-прежнему с ЮСКОМ УФИ, ну совсем загнал себя в безвыходное положение, посмотрите, вот ему дебаться некуда сейчас. На кой черт, спрашиваю, это спрыгивал-то? Ну да, у него как бы ЮСП, он особо-то на борьбу не претендовал, так сказать. Те же яйца, только в профиле, то есть без разницы, что он оставался хоть на мосту, хоть спрыгивал вниз, все равно бы его там зажучили, хоть не. В живых бы он точно не остался. Но это был не выход, спускаться вниз. Бомба, бомба, нет, это не бомба, там всего лишь авик выпал. Да, мне уж показалось, она настолько, эта оружка была габаритная, что у меня возникло ощущение, что плент выпал, и, по-моему, моделька плента, валяющегося у меня очень огромная. Ну да бог с ним, ситуация один в один, будут бороться. Ну да, посмотрим, кто кого перебадает. И попер, 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 преодолел зону просвета, уже сдвигается на точку. Так, а уфи, ага, обходным путем двинул. Ну, да, роковой промах, роковая ошибка. Поспешил, нужно было прицелиться, наверное, при том, что, так сказать, в зону обзора, обозреваемую зону террориста, он еще не попал. То есть террорист его не успел заметить, и, соответственно, время подумать было. Но спешка, спешка, ага, привела все-таки к гибели этого бойца отважного. 64 атака ведет. Я говорил вначале о том, что защищаться здесь проще 2 на 2. Ну, то есть делаем, уже какие-то эти выводы делаем, все-таки рус уверенно идут, идут к своей победе. То есть сейчас они набирают обороты, так сказать, издают темп игры. Именно атака задает скорость, да, перемещение, передвижение. Задает динамику матча. И они-то понимают, что сейчас уже более шугливо, более осторожно, более сдержанно и как-то шкованно. Украинцы себя чувствуют, действуют. Действия их не выглядят такими уверенными, как это было ранее. Как это было на пистолетке, вспомните. Те два фрага буквально в ряд полегли террористы. Вы привыкли с моста. Да, то есть это многое значило. Психологическое, в первую очередь, плане, эта пистолетка. Но сейчас все пошло прямо-то наоборот, перевернулось. Вся безупречная крепость команды РТФ накрылась медным тазом. Скажем откровенно. Быстрое смещение от рус на зигзаг. Пока не поняли, что через длину им лучше не рисковать, не биться, то есть не толпиться там, а лучше просто уйти. Освободившуюся зону зигзага, есть, снимают уфи, вскрыли ему череп. Ну а обжас в своем репертуаре обходит со спины, но его здесь ждали. Безусловно, ждали, то есть все действия он уже осуществлял. Попытка не увенчалась успехом, он был повержен. Ну и здесь прямо аналогичная ситуация. Его тоже захоронили. У G8-4, да, русы, похоже, наметили себе план на эту игру и ему следует. Очень четко, безукоризненно, без каких-то особых загвоздок, ему следует. Посадка на рекламе, возможно, сейчас даст о себе знать, даст какие-то плоды. Ага, ага, и не успеет, не успеет выходящий из зигзага его заметить. Ой, сначала убил того, кто продвигался на зигзаге, спрей, спрей, потом накачается мало хп, и все-таки на этом подиуме. Ай-яй-яй, так типа-то, который продвигался по зигзагу, он и не убил, у меня часто возникло ощущение, что он его пришмандурил здесь это. Так там опасность могла нагрянуть хоть откуда, хоть. Спанта. От неадеквата такая Джокера, поэтому он так, наверное, запаниковал, занервничал. Рука дергнулась. Да, рука задрожала явно. Что такое? Не говорите только, что ЛТВ отсоединилась. За секунду до, да? Кто видел? Да, за секунду до. Почему-то отрубилась. Это не до смеха мне сейчас, если честно. То есть, вероятнее всего, это связано либо с сервером, либо с ЛТВшкой. Просто так нас бы не послали куда подальше, да? Будем теперь подключаться. Ну вот народ высказал свое мнение в этой трансляции, только не передал ни одного привета. К сожалению. А я люблю, я люблю передавать приветы, да, на фризитайме, или пока игроки разбегаются, так сказать, раскачиваются на каких-нибудь эко, на переходах. Это приятно, на самом деле, коммуникабельность с аудиторией. Да, пропустили мы один раунд. Так вы посмотрите, игрок защиты успел занять зону возле ямы, он бы не был замечен. На вере каунт дал фраг, и тот, кто оставался один, я не помню, же не адекват, что ли, через игрок проходящий, он в итоге дал два фрага и заработал десятые очки для своей команды. Представляете, они выигрывают даже один в два ситуации, такие эпизоды игровые. Гиперактивность демонстрируют. Суперинтенсивные движения, за которыми буквально не успевают уследить. Игроки обороны. Украина сегодня явно капитулирует. Уфи, уфи, всё, слинял парень. Ой, как быстро бежит, а? Забыл то слово. Ладно. Был тоже в своё время прикол один. К сожалению, не смогу я вас им порадовать, всё забыл. Ладно. Ух ты! Касточку-то снял, да только. Это можно было заварить. Завалить. Завалить. Соперника было мало. Ну что, РТС. Эту кашу заварили. Теперь вам её расхлёбывать. Летят они капитально. На самом деле. 14-1 за оборону. Ну, мягко говоря, это очень слабо. На самом деле, не всё так плохо для них. Да, как вы можете сказать. Всё гораздо хуже, чем вы можете себе представить. Для них сейчас. И со взятой пистолеткой РУС уже могут начать победное шествие. Полетив из России. Всё-таки. Во-во-во, посыпались комментарии. Ну, сейчас посмотрим пистолетный раунд. Выделим пристальнейшее внимание этому раунду. И там уже. Я включу себя в приветы. Есть! Первая перестрелка. Навязывает эту перестрелку террористу. Твоему сопернику. Но вовремя неадекват оказывает помощь партнёру. С зигзагом. Малых, это у Джокера. Ах! Ускользнул от хаешечки. Ну и всё. Два эти богатыря уж точно выстоят. Отстоят права на точку А. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Главное, не совершить какую-нибудь фантастическую глупость. И Джокеру не отвалиться. А кто это? Кто это? А, Слантин неадекват. Отвёл борьбу. Ну и обречённо, конечно, боролся уже Уфи. Всё-таки он находился, так сказать, на низменности. Террорист явно... Ой, контртеррорист. Спецназовец. Явно над ним возвышался. Как бог. Ну и... Всё-таки позиция его была куда более внушительная. Пистолетка есть. То есть тут уже, скорее всего, дело за малым. Дело техники. Довести всё до победы. Выходит на длину. Ну, здесь дистанция чрезвычайно огромнейшая её будет не преодолеть. Буквально непреодолимая она выглядит. Хотел бы передать привет Джокеру и неадеквату. От качка. Благодарю. Благодарим вас, Михаил, за этот привет. Кстати, был ещё какой-то комментарий вроде. Его удалили. Кто посмел? Кто посмел? Руки оторву. Есть гигалка, кажется, в руках. Нет, нет. Два клока. То есть полный галяк на мели. Сейчас находятся явные финансовые затруднения. Трудности испытывают. РТФ на Украине. Кризис. И 14-й очко. Уходит в копилку РУС. Я думаю, они уже в предвкушении. Ощущая вкус победы этой. Вряд ли её упустят. Так, одну секундочку. Буквально один момент. Я же говорил один момент. Я никогда не вру. Я никогда не вру. Привет, Россия. Привет, Украина. От Алексея Кузнецова. Быстрый привет. Мимолётом я. Успел засыпить. И снова на длину. Выходит, помните, с Глоком. О, ло, 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 ло. ХЛТВ-шка проскочила. Переместила нас в будущее. Я не очень люблю эти скачки в будущее, на самом деле. Видимо, это зрелище было не для слабонервных. А на стриме у нас есть слабонервные. И ХЛТВ-шка о нас позаботилась. Так сказать. Пропустили этот момент. Агрессивнейший. Абжас двигается на зигзаг. Только почему-то в одиночестве. Ой, одиночка. Ой, волк, одиночка. И теряет. Бомба. Кошмар какой. Ну, все, сразу тут располагаются. У них есть столько времени, что идут могут палатки разбить, костер. Все, что угодно. Все, что душе будет угодно. Времени у них очень много. Погибает неадекватно. И Джокер один в один. Два калаша. Кто кого передумает, Джокера мало хп, тем не менее, он продолжает вести эту схватку с нечистыми силами. С уфи, у которого явно злые помыслы. И вот оно что. Пришип Джокера. И шестую очко. Как говорится, без боя не сдаемся. Примерно так это, наверное, выглядит. Ну, тут в первую очередь трусы уже. Думаю, спустя рукава. Играют. Все-таки основная задача, так сказать, основной объем работы уже был выполнен. Очень они хорошо смотрелись. Играют за атаку. Ну, конечно, сейчас уже более так расслаблено. Меня сконцентрировано, так сказать, не на максимуме внимания. Играют. Ну, и это... Вот, допустим, в такие ситуации, честно, поделюсь опытом. Случается частенько, что команда доходит до 14, до 15 очков. Противоположная команда, которая явно проигрывается, берет 3-4 раунда. И я вот думаю, все-таки это происходит вследствие переключения отношения к игре. То есть команда выигрывающего уже не напрягает так. Спокойненько. А, допустим, команда проигрывающего, наоборот, уже понимая, что терять нечего. Так сказать. Абсолютно. Не нервничая играет. Не напрягаясь. Есть! Все, последнее очко. Я думаю, вы прекрасно видели. Один фраг на зигзаге последовал. А тут же... За ним. Убийство! На длине. То есть не позволили пройти на точку. Разумеется, встретили, обеспечили радужный прием с распростертыми объятиями. Игроки команды «Русы» на противоположных зонах. На двух флангах, так сказать. На линейной зигзаге. Ну и это вот последнее очко привело к победе. Команда из России. Кубок чемпионов уезжает на родину. К этим ребятам. Ну и сегодня, я думаю, всю ночь Россия будет гулять. И пляски-пляски. Милиции сегодня. Полиции, точнее. И спокойствие не ждать. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Артур Окс. Еще раз повторюсь. Russian Team... Рус Team Cup 2013 был завершен. Так сказать, на последнем этапе россияне добились заслуженной победы. Но РТС пожелает тренироваться, тренироваться, тренироваться. Еще раз тренироваться. И уже в скорое время на ближайшем матче реванша. Уж не знаю, где он пройдет. Но показать, что они тоже не выкамшиты и достойны. Были тоже победы. Просто сегодня что-то не заладилось в них. Что ж, всем пока. Я с вами обращаюсь, Артур Окс. До будущих встреч, до будущих побед. Берегите себя и всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok